МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Контроль технического состояния транспортных средств. Поговорим с нашим гостем о контроле и нововведениях. Школьные автобусы. Требования, правила и актуальные изменения. Что есть опасный груз и как его перевозить? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит радиотелеведущий, певец Аскалон Семенов. Перед началом выпуска предлагаем вашему вниманию небольшой обзор происшествий на дорогах нашего региона за последнюю неделю. За последнюю неделю на дорогах республики Саха и Якутия зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 9 человек. 33 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 3 несовершеннолетних. 3 сентября в 13.50 в дежурную часть ОГИБДД отдела МВД России по Амикунскому району поступило сообщение о том, что на 864-м километре федеральной автодороги Колыма произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным установлено, что 59-летний мужчина, управляя автомашиной Нива, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель Нивы погиб на месте происшествия. В салоне авто он находился один. Водитель грузовика был трезв, в результате аварии не пострадал. Около 21 часа того же дня в Мегино-Кангаласском районе водитель автомашины Ниссан Сафари, двигаясь по региональной автодороге Амга, совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. В объяснении автомобилист написал, что пешеход находился на середине проезжей части. Света возвращающих элементов на одежде погибшей не было. Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Для установления всех причин и обстоятельств смертельных ДТП, материалы переданы в следственные органы. Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и каждая ошибка может привести к горю. Будьте бдительны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуется обязательно носить с собой световозвращающие элементы. В Нерингринском районе в результате ДТП погибли три человека. 4 сентября в 6 часов утра на 372-м километре федеральной автодороги Лена произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Погибшим оказались 33-летняя женщина и мужчина 38 и 40 лет. В медицинское учреждение с различными травмами госпитализировано трое пострадавших – 26-летняя девушка и мужчина 37 и 30 лет. Последняя в настоящее время находится в реанимации. По предварительным данным установлено, что водитель автомашины Toyota Ipsum на повороте дороги не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на металлическое ограждение барьерного типа. От удара иномарка слетела от проезжей части в кювет глубиной в 6 метров. В момент аварии никто не был пристегнут. По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В Усть-Майском районе погиб мотоциклист в момент ДТП. Он находился без шлема и иных средств защиты. 5 сентября около 22 часов в дежурную часть ОГИ БДД отдела МВД России по Усть-Майскому району поступило сообщение о том, что в приемный покой больницы села Кюбцы в бессознательном состоянии доставлен 32-летний мужчина с травмами, полученными в результате ДТП. В ходе проверки информации предварительно установлено, что пострадавший получил тяжелые травмы головы при опрокидывании мотоцикла «Регул-Мото». Спустя пару часов водитель двухколесного транспорта от полученных травм скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание. Права в управление он не имел. Материалы переданы в следственные органы. Как показывает статистика, использование качественного защитного мотошлема в случае ДТП может сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%. В учебных заведениях по всей стране уже прогремели первые звонки. А для нашей передачи это актуальная возможность рассказать вам не просто о виде транспорта специального назначения, а о целом символе – школьном автобусе. Какие требования к нему предъявляются и другие интересные вопросы мы с вами обсудим в следующем сюжете. Школьный автобус – это специализированный транспорт, используемый для перевозки детей к учебным заведениям, а также для поездок на экскурсии, развлекательные мероприятия, олимпиады и конкурсы. Он отличается от другой техники для перевозки пассажиров дополнительными средствами пассивной и активной безопасности. И школьный автобус не обязательно должен быть желтого цвета. Вы, как видите, у нас тут дети сидят, смотрят все вперед. Есть, кроме того, ремни безопасности на четырех точках, есть связь с водителем, есть устройство ограничения скорости на этом транспортном средстве. И вообще вот этот автобус, он соответствует всем техническим требованиям для перевозки детей. В понятие «организованная перевозка группы детей», обозначенное правилами дорожного движения Российской Федерации, входит перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству. Перевозка осуществляется без родителей или иных законных представителей. И минимальное количество перевозимых детей – восемь. В соответствии с постановлением правительства, количество сопровождающих зависит от количества детей. То есть, если в транспортном средстве находятся 20 и более детей, то количество сопровождающих должно быть по количеству дверей. То есть, если на транспортном средстве два выхода, то, соответственно, количество сопровождающих должно быть двое. Новые требования постановления правительства 1527, вступившие в силу с января этого года, коснулись и стажа водителя автобуса. Теперь к перевозкам допускаются те, чей стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д» составляет не менее двух лет. Кроме того, он не должен в течение года привлекаться к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения. Технический контроль транспортных средств – это всегда гарантия безопасной поездки. Проверка исправности двигателей, наличие лицензии – все для сохранения жизни участников дорожного движения. О процедуре контроля и в целом о нововведениях, которые произошли в этом году, мы поговорим с сегодняшним гостем. А наш гость – это подполковник полиции Кривошеев Алексей Евгеньевич. Здравствуйте, Алексей. Итак, первый вопрос. Как в целом проходит процедура контроля технического транспортных средств и сколько этапов она в себя включает? Добрый день, Валерий. Уважаемые телезрители, контроль за состоянием технических транспортных средств возложен на Государственную автомобильную инспекцию безопасности дорожного движения. Конечно, прежде всего, чтобы автомобиль был безопасен, он должен быть технически исправен. В связи с этим у нас осуществляется контрольно-надзорное мероприятие. Непосредственный контроль осуществляется при надзоре за дорожным движением. Это инспектора дорожно-патрульной службы, государственные инспектора безопасности дорожного движения. Также, в соответствии с законодательством Российской Федерации, на нас возложен контрольно-надзорное мероприятие, которое в рамках общего надзора производится. Это так называемые проверочные мероприятия. Это касается больше, конечно, осуществления контроля за деятельностью субъектов транспортной безопасности. Это организации, предприятия, которые эксплуатируют транспорт, и в том числе и физические лица, если есть необходимость провести какие-то мероприятия. А в чем есть различие между проверкой юридических лиц и физических? У нас есть закон, федеральный закон о безопасности дорожного движения 196 ФСЗ. Статьей 20 возложены обязанности о осуществлении безопасных перевозок пассажиров и грузов, именно которые осуществляют индивидуальные предприниматели, юридические лица. Они должны эти обязанности выполнять, и, соответственно, контроль возложен на нас. Ну а физические лица, они руководствуются, как правило, правилами дорожного движения, где также есть соответствующий раздел, который закрепляет обязанности по контролю за техническим состоянием своего транспортного средства. То есть оно, чтобы было исправно и, соответственно, безопасно. Вот, в принципе, и все различие. Это просто разные нормативно-правовые акты действуют, и все. А что, если водители все-таки нарушили законодательство, то какую ответственность их ждет? Да, у нас предусмотрено кодексом об административных правонарушениях ответственности. Это за управление транспортным средством технически неисправно. Штраф для водителей – это 500 рублей или предупреждение. Если это транспортное средство эксплуатирует юридическое лицо, соответственно, там предусмотрено еще за выпуск на линию технически неисправного транспортного средства. Там ответственность значительно выше. Это должностные лица – 5000 рублей штраф, и юридические лица – до 8000 рублей штраф. Необходимо ответить, что у нас только по итогам 7 месяцев, могу сказать, уже более 350 должностных лиц привлечено за выпуск на линию технически неисправных транспортных средств, и более 20 – это юридических лиц именно за такие составы административных правонарушений. Ну и кроме того, я отмечу, что госавтоинспекция МВД по республике Саха-Якутия уделяет большое внимание – это контроль за решением пассажирских перевозок. Если где-то физические лица там санкции предусмотрены, у нас штрафные санкции, то если перевозят пассажиров, это какое-либо лицо, либо индивидуальный предприниматель, либо организация, либо это может быть нелегальный перевозчик, у которого нет разрешительных документов. Если мы выявляем нарушения грубые при перевозке пассажиров, то есть техническом состоянии транспортных средств, внесение изменений в конструкцию, эксплуатация транспортных средств с неисправным рулевым управлением, неисправно тормозной системой, то мы, соответственно, привлекаем следственные органы, мы работаем со следственным комитетом, и по признакам преступления предусмотрены статьей 238 Уголовного кодекса оказания услуг несоответствующих требований безопасности. У нас в этом году уже 9 фактов таких было, по 5 фактам возбуждены уголовные дела. И эта работа ведется систематически уже в течение 5 лет, где-то уже точно. Алексей, а теперь какие нововведения в этом году произошли в системе контроля технических средств? Пожалуйста, можете ли о них поведать? Ну, у нас большое внимание уделяется со стороны органов власти. Вы, наверное, и телезрители в курсе, и все участники дорожного движения. Особое внимание деляет это реформе технического осмотра. У нас с 1 марта текущего года, 2021, уже на госавтоинспекцию возложены полномочия по участию в проведении технического осмотра автобусов. То есть у нас сейчас ни один автобус недопущен, который с 1 марта проходит технический осмотр, это уже более 300 единиц у нас прошло, по итогам 7 месяцев, опять говорю. У нас каждый автобус, непосредственно государственный инспектор участвует в проведении технического осмотра. Он уже смотрит, как эксперты проводят те тестирования, те мероприятия, которые должны быть для того, чтобы допустить автобус к участию в дорожном движении. Тормозная система, рулевая управление полностью участвует в проведении технического осмотра. И без электронной подписи нашего сотрудника такой автобус не будет допущен к участию в дорожном движении. Вот это самое основное новшество, то, что можно сказать. Остальное все у нас в законодательстве идет так же, как и было. В принципе, ничего нового не было. А можете ли вы выделить какое-нибудь самое такое частое нарушение за все время вашего наблюдения, которое допускает водитель, может, по неосторожности, по незнанию? Ну, по техническому состоянию транспортных средств, когда мы дорожно-транспортные происшествия разбираем, какие причины, условия дорожно-транспортных происшествий выясняем, то, соответственно, при пассажирских перевозках мы выявляем факты, когда внесены изменения в конструкцию транспортного средства без нарушения правил, утвержденных по самому правительству 413. Это, как правило, водители, перевозчики устанавливают дополнительные сидения для того, чтобы побольше взять пассажиров, больше заработать денег. Устанавливают газобаллонное оборудование, не пройдя процедуры, опять, которые предусмотрены постановлением правительства Российской Федерации. Вот по таким фактам мы, конечно же, если это впервые, собираем административные материалы и предусмотрено прекращение регистрации таких транспортных средств. Автобусы мы прекращаем незамедлительно при выявлении. Если это другие участники дорожного движения, скажем так, физические лица, тоже у нас в республике есть такое, скажем, часто выявляемое правонарушение, это когда устанавливают дополнительные предметы оборудования, не предусмотренные заводом-изготовителем. Это всевозможные бампера, лебедки, увеличивают клиренс транспортного средства, меняют колеса, это больше касается, конечно, внедорожников, которые, тем не менее, эксплуатируются по дорогам общего пользования. Это все тоже влияет на безопасность дорожного движения, поэтому к таким водителям мы принимаем штрафные санкции, это штраф 500 рублей, выносятся требования им об устранении вот таких нарушений, выявленных. Соответственно, если оно в установленные сроки не исполняется, это, как правило, от 3 до 10 дней, то мы прекращаем регистрацию тоже таких транспортных средств. К примеру, по автобусам мы уже по итогам, вот на сегодняшний день, могу сказать, 47 материалов у нас прекращено, таких автобусов, которые эксплуатировались с внесением изменений в конструкцию, в нарушении установленных правил. Многоуважаемые участники дорожного движения, для сохранения жизни и здоровья вашей, жизни и здоровья ваших близких, участников других участников дорожного движения, конечно же, перед выездом необходимо осуществлять контроль за техническим состоянием своего транспортного средства. То, что у нас, когда вас учат в автошколе, первые шаги – это ежедневный предрейсовый осмотр, это посмотреть состояние автомобиля особо, если вы отправляетесь в поездки в дальние межрайонные перевозки, когда идут, у нас часто совершается даже транспортное происшествие с тяжкими последствиями. Поэтому тормозная система, рулевое управление, прежде всего, должно быть исправным. Посмотрите исправность внешних световых приборов. Если, как правило, у нас запыленность проблемы и зимой туманы, если сзади не горят габаритные огни, машину вашу не видно. Даже если что-то случилось на трассе, остановились, сломались, все это может кто-то на вас совершить наезд, настоящее транспортное средство. По тихому состоянию, конечно же, рулевое и тормозное управление – это основные моменты. Опасный груз может причинить материальный ущерб и вред окружающей среде, а также привести к гибели, травмированию и отравлению людей и животных. О том, какие вещества причисляются к опасному грузу, и как в целом его перевозить в таком случае, мы узнаем с вами в следующем сюжете. У нас в основном в республике бензин и дизельное топливо идет и газ. Есть класс опасностей, допустим, повыше. Бензин и газы, они перевозятся в соответствии с спецразрешением. Спецразрешение у нас в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации 304 выдает Ространснадзор. Ранее в России существовал собственный нормативный акт, в котором содержались правила автомобильной перевозки опасных грузов внутри страны. Но начиная с 2017 года на территории Российской Федерации действует Европейское соглашение, ДОПОК, в котором содержатся нормативы дорожной перевозки опасных грузов. Документ покрывает все вопросы. Классы грузов, правила погрузки, транспортировки, маркировки, требования к таре, действия водителя при нештатных ситуациях и тому подобное. Транспортное средство для перевозки опасных грузов, оно должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза и требованиям ДОПОК, пункту 9. То есть, если перечислить, то на транспортном средстве должен быть установлен устройство ограничения скорости не более 90 км в час. То есть, транспортное средство должно быть оборудовано главным выключателем аккумуляторной батареи, так снаружи, так и внутри кабины. Чтобы управлять автомобилем с опасным грузом, водитель должен пройти курс обучения в специализированном учебном центре и получить свидетельство ДОПОК международного образца. Свидетельство содержит информацию о том, какой именно класс опасности может перевозить водитель. Это зависит от того, какой обучающий курс пройден. Разрешение на перевозку опасных грузов выдает Госавтоинспекция в соответствии с 611 приказом, административным регламентом, который у нас действует с 10 сентября 2019 года. Они обращаются в подразделение ГИБДД, которое уполномочен оказывать государственную услугу, подходит, пишут заявление, заполняют бланк с паспортом, если законный представитель, то с доверенностью, и транспортное средство предоставляют на осмотр. И сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности проходят в нашей студии тест и проверяют знания дорожного движения. И сегодняшний наш гость – это радио- и телеведущий, певец Аскалон Семенов. Мы начинаем. Итак, сколько перекрестков изображено на рисунке? Два, один или четыре? Так, один. Мой ответ один. Так, следующий вопрос. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными? Первое. Установленные на переносной стойке. Второе. Имеющие желтый фон и остановленные в местах производства дорожных работ. И третье. Все перечислены. Я думаю, что все перечислены. Хорошо. Наш третий вопрос. Как вы должны поступить в данной ситуации? Первое. Вы должны остановиться через 300 метров у таможни. Второе. Вы должны остановиться у знака и дождаться работников таможенной службы. Или третье. Вы должны снизить скорость при проезде таможни. Там стоит знак 300 метров. Я выбираю вариант один. Так, и что же означают эти дорожные знаки? Вот. Наш следующий вопрос. Этот знак означает, что стоянка разрешена транспортным средством оперативных служб, стоянка разрешена только с включенными габаритными огнями, или стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни? Ну, это стоянка однозначно. Я вот просто не знаю, что за знак вот снизу. Ну, праздничные дни это исключаем сразу. Вот. Включенный габарит. Первое или второе, я думаю. Ну, выбрать надо одно. Давайте первое. Принимаем и идем дальше. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками должен ожидать разрешающего сигнала светофора, может двигаться только прямо или направо, или может двигаться в любом направлении. А, здесь в любом направлении, потому что вот с мигалками, и я думаю, что для служб таких 0.1, 0.2, 0.3 любые вот светофоры это не преграда. Дальше. Следующий вопрос. При таких сигналах светофора и жести регулировщика вы должны первое, продолжить движение прямо или направо, продолжить движение только прямо или остановиться у стоп-линии. Обратите внимание на светофор, на регулировщика. Ну, если вот светофор красный, то вообще движения не должно быть. И я думаю, что надо остановиться у стоп-линии. Конечно. Хорошо. Принимаем. Следующий вопрос. Обязан ли в этой ситуации водитель, остановившийся из-за неисправности, выставить знак аварийной остановки? Первое. Обязан. Второе. Обязан, если неисправна аварийная сигнализация. Или третье. Не обязан. Я давайте выберу вариант 2. Кто из водителей нарушил правила остановки? Только водитель автомобиля, оба водителя, только водитель мотоцикла или никто из них не нарушил? Ну, водитель автомобиля это нарушил однозначно. Так. Вопрос. Нарушил ли мотоциклист? Он стоит на проезжей части. Значит, они оба нарушили. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Только автобусу? Только легковому автомобилю? Или никому? При повороте налево. Ну, основная дорога там идет прямо. Точнее, почти прямо, но направо. Ну, автобус едет по основной дороге. Я думаю, что надо только автобусу уступить. Хорошо. Мы этот вариант принимаем. И наш последний вопрос. Вам разрешено продолжить движение по траекториям B или V, по траекториям A или B, только по траектории B, только по траектории A или по любой траектории из указанных? Ну, это сложный вопрос. Вопрос B и V, я думаю. Хорошо. Мы принимаем вариант ответа. Это был наш последний вопрос. Вопросы действительно были сложные. Сегодняшний наш эксперт – это Егор Никифоров, преподаватель учебного центра «Фаворит». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас проверим ответы Аскалона. Так, первый вопрос. Сколько перекрестков изображено на рисунке? Аскалон ответил правильно. В этом случае будет один перекресток. Следующий вопрос. Какие из предупреждающих и запрещающих знаков являются временными? Аскалон, к сожалению, неправильно ответил. Должен был быть второй ответ, имеющий желтый фон и установленные в местах произведения дорожных работ. На третьем вопросе. Как вы должны поступить в данной ситуации? Аскалон ответил правильно. Через 300 метров будет таможня и там должны остановиться. Следующий вопрос. Что означают эти дорожные знаки? Аскалон неправильно ответил. Третий ответ должен был быть. Стоянка разрешена в субботние, воскресные и праздничные дни. Вот эта снежинка как раз это означает. Понятно. На этот вопрос Аскалон тоже правильно ответил. Спецтехника с проблесковыми маячками включенными могут игнорировать некоторые дорожные правила. И в этом случае он может двигаться в любом направлении. Но обязательно уступая всем дорогу, у него в этом случае преимущества нет. Когда звуковой сигнал включит, только тогда преимущество появится. Так, следующий вопрос. При таких сигналах светофора и регулировщика, вы должны, Аскалон правильно ответил, должны остановиться у стоп-линии. Поднятая вверх рука, смотрим на регулировщика только, означает надо остановиться. Следующий вопрос. Обязан ли в этой ситуации водитель остановиться, остановившись из-за неисправности, выставить знака в длинной остановке? Аскалон неправильно ответил. В любом случае, если совершаем вынужденную остановку, сломались, надо всегда выставлять знак. Ответ первый должен быть. Так, на этот вопрос Аскалон правильно ответил. Кто из водителей нарушает правила остановки? Оба они нарушают. Вне населенного пункта можно останавливаться только с правой стороны на обочине. Аскалон правильно ответил. Мы должны в этом случае уступить автобусу. У него, как и у нас, главная дорога. И он для нас будет при повороте налево помехой справа. И на последнем вопросе Аскалон неправильно ответил. Должен был быть ответ третий. Только по траектории Б. Означает сначала на первую правую полосу заезжаем. Потом немедленно должна перестроиться. Итого из 10 вопросов Аскалон правильно ответил на 6 вопросов. Хороший результат, можно сказать. Спасибо. Вот и наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, будьте бдительны. Соблюдайте правила дорожного движения. И будьте здоровы. До новых встреч в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!